Каждый из нас хочет иметь стопроцентное зрение. И, оказывается, существуют продукты, которые могут улучшить здоровье наших глаз. Чтобы их найти, я приехала на рынок. Здесь я узнаю, что нужно есть, чтобы защититься от катаракты. Как на самом деле на наши глаза влияет черника? И какое масло купить, чтобы увлажнить наши глаза? На все эти вопросы мне ответит эксперт. Дианова Нырья, врач гастроэнтеролог первой категории, диетолог, исполнительный директор, анонит здоровое питание. Нырья, здравствуйте. Будем сегодня заниматься профилактикой заболеваний глаз. Какие продукты нам нужно есть, чтобы глаза были здоровы? Прежде всего, исследование показывает о том, что если мы добавляем каротиноиды в свой рацион, то на 26% риск возникновения возрастной катаракты снижается. Задача добавить минимум 10 миллиграмм каротиноидов. И тогда те самые компоненты, это антиоксиданты прежде всего, и на минуточку, это провитамин А. Потому что основной витамин А мы получаем из животных продуктов, а каротиноиды получаем только из растительных продуктов. Насколько я знаю, витамин А это от куриной слепоты. Да, вы понимаете? Вот. Поэтому каротиноиды это то же самое, но из растительных продуктов. Фрукты, овощи, все, которые имеют интенсивную окраску. Брокколи относится к этим продуктам, он содержит достаточно большое количество каротиноидов. И наша задача препятствовать потемнению крусталика. Поэтому брокколи. Как это брокколи? Мне всегда казалось, что каротиноиды это всегда морковь и тыква. Потому что красные, ну, оранжевые, а брокколи как? Заблуждение. Все, что имеет интенсивную зеленую, оранжевую, желтую, фиолетовую окраску, красную, все содержит каротиноиды в разном соотношении. И задача просто добавлять это в рацион. Если говорить о брокколи, то, конечно, советую использовать примерно 150-200 грамм, если это один полноценный овощной гарнир, например, на обед. Ну вот, прям целый качал. Да, практически. В общем, если хотите каротиноиды и любой яркой окраски, овощ вам в помощь. А что-то еще из овощей мы возьмем? Дело в том, что кроме того, что нам нужны каротиноиды, нам нужны еще такие компоненты, как зеоксантин, вообще группа ксантинов и лютеин. Все уже знают, что кроме черники эти компоненты еще содержатся в шпинате. Продукт своеобразный. В нем все-таки есть другие компоненты, которые могут вызывать образование солей в почках. Поэтому злоупотреблять этим не нужно продуктом. Если мы хотим сделать какой-нибудь салат, то добавьте туда хотя бы 50 грамм шпината. Более чем достаточно. В нем тоже есть витамин С. Не думайте, что витамин С есть только в цитрусовых, либо в болгарском перце. И поэтому, если мы хотим всю пользу, то чем меньше мы их подвергаем термообработке, тем больше бонусов мы получим. Я бы ничего не делала со шпинатом. Здесь двойная норма лютеина. Поэтому можно это делать через день. И вы уже покрываете в целом так вот пару раз в неделю, мимоходном, положили и добавили куда-то. И вы закрыли суточную потребность в таком прекрасном компоненте. Кстати говоря, если говорить о всеми известной чернике, которая сейчас не сезон. Да, ну вот смотрите, сейчас просто нет черники. Но я так понимаю, что... И вообще я читала, что про чернику это миф. Но я так понимаю, что если она и полезна, то из-за своего цвета. Но вот же есть, смотрите, ежевика, голубика. Или это так не работает? На самом деле, про чернику действительно относительно раздутый миф. То есть нужно съесть слишком много, чтобы покрыть суточную потребность. Ведерко. Однако, там 3 килограмма, однако, вы знаете, все интенсивные окраски, ягоды, все абсолютно полезно. Я бы советовала, как выходить из этой ситуации. Вот когда сезон, используйте свежее. Сколько? 150-200 грамм, не более. Добавляйте к этому орехи, и вот вам идеальный сладкий перекус, например. Ну вот что, мы можем взять, например, голубику? С удовольствием. На самом деле, берем то, что мы хотим. Что еще возьмем? Я предлагаю еще обратить внимание на болгарский перец. Почему? Потому что... Потому что вкусно. Потому что невероятно полезно. Это как шпинат, когда мы немножко берем, а пользы получаем чуть ли не в 3 раза больше. Дело в том, что нам для правильного зрения нужна идеальная сосудистая стенка. А для этого нужен витамин С. И поэтому те же самые пигменты, которые там есть, те же самые каротиноиды, про которые мы говорили, про брокколи, они есть в идеальном красном и желтом, кстати, болгарском перце. Я красный больше люблю, чтобы поярче. Да. И это все вместе укрепляет сосудистую стенку. И поэтому риск возникновения возрастной катаракты, он ниже. Поэтому мы можем взять любой какой-нибудь салатик, гарнир и туда добавить чуть-чуть. Шпинат. У нас есть... К нему добавляем еще болгарский перчик. Чем заправим? Заправить нужно правильным маслом. Это льняное. Почему? Там есть те самые омега-3 кислоты. Что хочу отметить? 53 грамма альфа-линолевой кислоты на 100 грамм продукта. Это бешеное количество. Я такая, вау, а я не понимаю, что это. Потому что из альфа-линолевой кислоты синтезируются те самые просто супер омега-3, которые экозапентаеновые и докозапентаеновые, которые люди тратят бешеные деньги, покупая эти добавки. И не всегда, кстати, качественные. То есть мы экономим на этом? Конечно. Мы заправляем салат, кладем одну столовую ложку на одну порцию. Так, а для глаз-то как это? Вот задача в том, что полиненасыщенные жирные кислоты выстилают абсолютно все наши мембраны, все клетки. А так как зрение и глаз – это часть нервной системы, вообще-то, да, это глазодвигательный нерв и его продолжение, то мы понимаем, что нам очень нужны правильные жирные кислоты. Меньше будет проблем с возрастными изменениями. Вот такая вкусная корзина получилась для здоровья наших глаз. И все благодаря Нурие. Спасибо вам большое за консультацию. Будьте зрячими. И здоровыми. Пока-пока.